Очередная наша тема посвящена вопросам личного лидерства. Нам нужно много говорить об организационном лидерстве, то есть управлении, руководству организациями. Можно говорить о командном лидерстве, о создании условий для эффективности командной деятельности. Личное лидерство, в какой-то мере руководство собой, своим временем, своей деятельностью. Кто-то мудро сформулировал, что, чтобы руководить людьми, нужно уметь руководить собой. Мы с вами говорили о так называемом трансформационном лидерстве. Это когда руководитель трансформирует ожидания, мотивации и уверенность, и представление о себе своих последователей для того, чтобы могли сообща достигнуть даже больше, чем, казалось бы, возможно. Но трансформировать своих последователей может тот, кто сам смог измениться. Сам, кто продолжает совершенствоваться. С христианской точки зрения мы знаем, что все перемены, все изменения, они возможны лишь только благодаря Господу Богу. В век многих возможностей и интенсивности жизнь лидеров, руководителей происходит таким образом, что необходимо учиться управлять своими силами, своей деятельностью и своим временем. В литературе по управлению, по руководству можно встретить ряд таких вот соображений о управлении собой. Есть даже методики самоуправления. Есть методики управления своей деятельностью. Кто-то из мудрецов сказал, что управляющий – это тот, кто управляется. Ну, не в смысле, он начальник. А что у него получается справляться с делами? Как научиться добиваться большего результата с меньшими затратами энергии и за более короткий срок? Как успевать делать больше и при этом жить еще с большей полноценной, счастливой, удовлетворенной жизнью? Очень много говорится о управлении временем. Хотя есть, конечно же, мнение о том, что времени невозможно управлять. Оно течет и как бы сквозь наши пальцы уходит. Оно безвозвратно проистекает, и его не вернуть. Ну, и, в общем-то, сложно им управлять. Тем не менее, можно научиться верно распределять время для своей деятельности. Но прежде чем мы поговорим об управлении временем, я хотел бы рассказать вам о какой-то перспективе, на мой взгляд, очень свежей и полезной. Когда мы говорим об управлении внутренней энергией человека, ну, вот как мы расходуем свои силы? А уровни нашей энергии, они разные. Физические, ну, вот здоровье, физическое состояние. Вот когда мы физически работаем, мы знаем, что когда человек устал, уже не сможет он не поднять там вес, или пройти так же быстро, или пробежаться, как вот в начале пути, в начале труда дня. Уровень умственной энергии, уровень эмоциональной энергии, и уровень духовной энергии. Мы знаем, что иногда мы бодрствуем духовно, эмоционально, иногда мы можем каким-то образом соображать и мыслить логически, ясно, и нам удается абсорбировать, анализировать, интерпретировать информацию. А иногда мы устали, нам сложно. Когда мы говорим о умственной энергии, это способность концентрироваться, анализу, креативу. Вот умственная энергия может возрастить через некую встряску. Человек проснулся, отдохнувшись. Иногда определенный период напряженного умственного труда, как бы пробуждает наши батареи, что мы начинаем логически мыслить. Периодически мы устаем физически, и физический труд, может быть, утомляет нас, но при этом в какой-то мере и происходит атрофирование способностей мыслить. Или когда человек возвращается к диспуту, к диалогу, к чтению литературы, занимается какими-то умственными задачами, происходит встряска. Получается, иногда для человека полезна интенсивность умственного труда, чтобы появились у него умственные способности и энергии. Эмоциональная энергия – это способность контролировать и направлять свои эмоции. Вот люди с позитивной эмоциональной направленностью счастливы и полны энтузиазма. Иногда человек трудится, физический труд очень выматывает. Но если человек это делает с каким-то оптимизмом, у него на сердце хорошее настроение, то, кажется, у него и сил хватает намного больше. Но вот эмоции, которые направлены на негатив, они выплескиваются в отрицательных таких проявлениях – гнев, отчаяния. Они иссушают человека, истощают его. Они становятся разрушительными. То есть позитив придает силы. Духовная энергия, религиозный, метафизический тип энергии – это общее позитивное стремление сфокусироваться на вечных ценностях и на том, что есть истина, на том, что есть красота. Вот стремление чего-то осуществить значимого и доброго всегда требует этой духовной крепости. А иногда тех сил для того, чтобы противостоять злу, не допустить ошибку, очень важно, чтобы человек имел и обладал этой крепостью, силой. Духовная энергия представляет такую генерирующую силу, энергоресурсы человека. Если человек духовно спит, то сложно ожидать от него, что он будет мыслить здраво, что он силы свои приложит созидательно и эмоционально будет человек весьма устойчивый. Ошибка лидера – духовный сон. На что хочу обратить внимание? В одном из журналов Harvard Business Review была большая статья, как раз направленная на целостное осмысление вопросов, каким образом человек тратит все эти уровни энергии и каким образом человек получает новый прилив сил. Ну, автор светский, поэтому он не особо обращает внимание на молитвенную составляющую, но при этом обращает внимание, что чем активнее расходуется позитивный совокупный энергоресурс человека, чем больше человек делает добра, тем больше он, в общем-то, проводит время, ну, не в таком праздном веселье, а в веселье, когда он торжествует, тем больше у него высвобождается сил на то, чтобы совершать новые подвиги. Что это означает? Для верующего человека это означает, что добродетель, молитвы, хвалы и прославления дают новые силы. Человек, который хочет управлять своими энергиями, ему нужно творить добро и искать лицо Господне. Теперь перейдем мы к вопросу об управлении времени. Основные принципы. Эффективность зависит не от времени, которое мы проводим за работой, а от организации труда и от организации нашего подхода к этой работе. Гесиот, один из философов греческих, задолго до Рождества Христова, сказал так, «Велик тот человек, который овладел своим временем». Конечно, мы признаемся, что время – это бесценный, невозобновляемый ресурс. И до тех пор, пока временем не управляют в организации, не знают, каким образом решать системные вопросы управления временем, ничем другим нельзя управлять. Что дает нам управление временем? Ну, во-первых, понимание того, что является важным в достижении поставленной цели. Позволяет нам достичь больше за меньшее время. Позволяет нам иметь успех в служении, в личной жизни, по службе. Помогает нам избегать стресс, когда все сроки подошли, а мы еще ничего не начали делать. Позволяет нам создавать условия, когда, кажется, можно работать не спеша. И высвобождает время для новых дел. Каждый из нас может задать себе вопрос, насколько эффективно мы используем свое время. Хорошо известная матрица Эйзенхаура. Это такая таблица, в которой по шкале вертикальной или горизонтальной происходит некий расчет приоритетов тех дел, с которыми мы соприкасаемся ежедневно. И наши дела могут быть срочные или не срочные. И могут быть важные или не важные. Мы понимаем прекрасно, что чаще всего руководители сталкиваются с тем, что они решают важные дела, которые нужно решить срочно. Конечно, существуют еще и неважные дела, которые нужно осуществить срочно. Но чаще всего руководители, лидеры занимаются делами важными и срочными. Это когда я это не могу отставить на потом. Это нужно сделать. Это очень важно и это очень срочно. Большинство руководителей как раз попадает. Это разрешение конфликтов, их нужно решать. Это неотложные задачи, это горящие проекты, это выполнение прямых обязанностей. Это важно и срочно. Для руководителя лучше было бы находиться в положении дел, когда он может решать важные вопросы, которые, может быть, кажутся кому-то и даже ему самому несрочным. Например, планирование новых проектов, над которыми мы еще не работаем. Оценка полученных результатов в прошлом. Мы уже проект завершили. мы уже сделали это раньше. Уже над этим мы сейчас не работаем. Это налаживание отношений с теми людьми, с кем мы еще не сотрудничаем. Или перспективные возможности. Это определение альтернатив в движении. Это участие в деле, которое является главным, а не срочным. конечно, человек находится в положении дел, когда он занимается и не срочным, и не важным, это абсолютная неэффективность. И абсолютной неэффективностью для руководителя, для лидера является прерывание, всяческая переписка, которая в общем-то не приносит никому никакой пользы. Это постоянно телефонные звонки, которые обо всем и ни о чем. Это пожиратели времени как посетители случайно, которые просто пришли пообщаться. Это развлечение, безделье. Ну, конечно, это полная неэффективность. Мы не говорим совершенно о таких руководителях. конечно, существуют еще и неважные но срочные дела. А рутинная работа, некоторые телефонные звонки, совещания, вот, на них нужно идти, хотя, может быть, это не так важно, рассмотрение каких-то материалов, какая-то деятельность. Но в любом случае, руководители в основном находятся либо в квадрате важное срочное, либо важное и несрочное. Желательно, чтобы руководители организаций, общин, предприятий своего бизнеса занимались делами важными и несрочными. Почему? Потому что, когда время не поджимает, можно тщательно с чувством толка и расстановки все продумать, пообщаться, поговорить, помолиться, обсудить. А когда мы занимаемся важными и срочными, тогда у нас не получается договорить, не получается до конца продумать, до конца подготовиться, что-то до конца спланировать, а когда что-то незавершенное, обычно лидеры руководителя, они говорят, это несовершенное, это не сделанное до конца, это сырое. В квадрате номер один, те люди, которые занимаются срочными и важными, это трудоголики, сроки и даты управляют таким человеком, нет ни времени, ни сил обдумать перспективные планы, семья, друзья, коллеги иногда забывают, как человек и выглядит, потому что он занимается срочными важными делами. Он догоняет уходящий поезд, может даже оказаться на пустом перроне, инфаркт, поезд ушел, а он занимается срочными и важными делами. И вот здесь человек попадает в ситуацию, когда ему надвигается кризис, и вот надвигается то, что мы называем синдром усталости. Это из-за того, что все силы как раз были растрачены на срочные и на важные дела. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете постыдно занимаясь много чужими делами забрасывать свои собственные. Постыдно занимаясь много чужими делами забрасывать свои собственные. Что он пытается Надо сказать, что человек, который должен был бы заниматься перспективами развития проекта, подведения итогов, анализа, может быть, встречи с людьми, с ключевыми, у него не доходят руки до этого, потому что он занимается делом, которое могли бы осуществить другие. То есть он занимается не своим делом. Обычно в окружении лидера есть люди, которые спокойно могли бы заниматься многим из того, что он делает. Почему он делает все за всех? Да потому что часто он просто им не делегирует, не дает им возможность, не распределяет. Поэтому он делает и свое дело, и чужое. Делегировать обязанности, что предполагает наличие людей, кому можно делегировать, что предполагает научение, подготовка таких людей, что предполагает необходимость пересмотреть приоритеты, чем мне стоит заниматься, что мог бы сделать кто-то, и может быть, даже лучше, чем я, а чем стоит мне самому заниматься. Простая техника экономии времени делегирования сводит к тому, чтобы составить список тем, чем мы занимаемся, и посмотреть, кто находится рядом с нами, кто мог бы сделать это вместо нас. А если вы находите таких людей, и люди подключаются и помогают вам осуществить, у вас высвобождается время для того, чтобы вы занимались делами важными, но не срочными. Мудрый тот, кто знает немного, а нужное. Так в свое время сказал один мудрец. Мудрый тот, кто знает немного, а нужное. В принципе, мудрый тот, кто делает немного, но нужное. Питер Друкер, отец современного менеджмента, сформулировал так, что менеджер делает дела правильно и много, а лидер делает правильные дела. Он тоже трудится много, но он делает правильные вещи. Лидер – это тот, который занимается важными вопросами, но не срочными. Потому что, если он занимается только лишь срочными делами, тогда то, что нужно было бы осуществить, у него просто для этого нет времени. Ну, иными словами, секрет в том, чтобы делегировать все, что только можно. Но это предполагает мудрое планирование. Это предполагает определенное упражнение, анализа и избрание приоритетов. Поэтому труд руководителя – это очень серьезный умственный труд. И кто ленится думать или не находит время подумать и спланировать, он продолжает заниматься делами срочными и важными. Когда мы хотим увлечь за собой людей для выполнения какой-то задачи. На первом этапе мы, наверное, являемся единственными, кто уже готов включиться в работу. И пока все остальные лишь только догадываются и начинают что-то понимать об этой деятельности, мы готовы сразу включиться и уже ее реализовывать. И получается, что для лидера очень часто, инициируя какие-либо проекты, можно оказаться в той ситуации, что он является единственным сольным исполнителем, ответственным за все в этом проекте. Но так как он знает, что нужно осуществить и как в этом проекте, с самого первого этапа он получается тем человеком, который наиболее компетентный. И тогда ему очень сложно и трудно делегировать что-либо, потому что он только все сам смог организовать. Получается, что любой проект, который мы только лишь инициируем, первый шаг его реализации нужно делать уже сообща. Потому что на более позднем этапе намного сложнее привлечь людей и делегировать то, что мы хотели бы осуществить. Когда мы формулируем цели, к которым бы мы хотели бы прийти, эти цели должны быть реальными, планируемыми, достойными. А результат достижения цели должен быть видимым и возможным для оценки. Реальны по времени, достойны к тому, чтобы в общем-то не вымотал, не привел в состояние того, что мы не удовлетворены и уже не рады тому, чем мы занялись. Это очень важно. Конечно, когда можно проанализировать, как люди тратят время на рабочем месте, во время учебного дня, лучше всего это сделать неким микросамоанализом. Ну, записывать, на что время тратится. Понедельник, такая-то дата. И пошел. Отметил, уж не знаю, насколько внимательно. И там потом с перспективой, с ретроспективой посмотреть в процентном отношении, на что было потрачено время. А затем в какой-то мере сопоставить с теми приоритетами, которые мы ставим перед собой. Чего мы хотим достичь. Что для нас важно. Чтобы увидеть, что из того важного, но не срочного было в нашем графике. Что из того не срочного и не важного было в нашей неделе. И чего из того важного, но не срочного мы не смогли достичь. Это то, что можно было бы проанализировать каждому самостоятельно. Когда мы говорим об управлении времени, мы должны поднять очень такую интересную тему перфекционизма. Это перфекционизм, абсолютное совершенство. Стремление к недостижимому совершенству. Народная мудрость гласит, что лучшее враг хорошего. Чаще намного проще достигнуть чего-то качественного, нежели достигать лучшего, но невозможного. Иногда необходимо признать, что можно достичь какого-то определенного потолка зарплаты. Определенной интенсивности и скорости выполнения проекта. И может быть даже качества выполнения какой-то деятельности. Потому что когда мы хотим осуществить больше, лучше, заработать еще больше, тогда естественно не найдем мы время. Ну, например, в погоне за большим рублем для семьи. Тогда мы не сможем заняться собственным здоровьем. Мы заняты проектом и мы хотим его осуществить быстрее, лучше, качественней. Времени на здоровье нет и на все остальное. Вот перфекционизм является иногда проблемой для многих людей. На мой взгляд, не стоит откладывать в сторону вот такой важный элемент, как равновесие. Равновесие между тем, что мы можем, хотим и нужно достичь. Устанавливать какие-то реальные, достижимые, конкретные цели перед собой. И если что-то у нас не получилось и что-то не достигнуло, ну, в конечном итоге, у нас же есть и другие приоритеты жизненные. Поэтому не надо все свои усилия и весь свой ресурс временной и весь ресурс энергии направлять на что-то одно, когда мы знаем, что в нашей жизни есть очень много различных важных сфер. Здоровье, семья, служение, а для христианина и духовная, молитвенная, церковная жизнь. Не стоит чувствовать какую-то неловкость, когда мы не успеваем, что-то у нас не получается, ну, нужно попросить помощи. Может быть, кто-то имеет время, у кого-то есть ресурсы, у кого-то есть энергия, нам помочь. Почему мы должны всегда работать в одиночках? Есть достаточно знакомая, распространенная мысль о том, что стоит работать по своим биологическим часам, а не против них. Для многих людей это уже давно знакомая истина, что стоит заниматься важными и несрочными делами тогда, когда у нас в основном есть прилив сил. Кто-то из нас является жаворонком, кто-то совой. Для кого-то пик эффективности является раннее утро. Многие лидеры науки, может быть, государственные деятели, а в стволе очень рано для того, чтобы посвятить время важным и несрочным. Вот когда все еще спят, когда еще никто не отвлекает, есть возможность. Некоторые люди ощущают на себе прилив сил поздно вечером. Когда все уже легли спать, возможно. Ну, или, может быть, после того, когда человек смог, отвлекшись на несрочные дела, могла сесть и сказать, хорошо, вот теперь я займусь важным. Ну, в любом случае, человек должен работать над важными и несрочными делами тогда, когда у него есть на это силы, когда он может фокусироваться, концентрироваться. Существует масса пожирателей времени у руководителей. Это совещания плохо подготовленные, и в которых повестка дня не обозначена, и в которых люди не могут профессионально вести диалог, который растягивается настолько долго, что совещание на полчаса превращается в многочасовые совещания. Это пожиратели времени. Это беседы на свободные темы, когда мы, в общем-то, уже говорим, и во благо ни одному, ни другому собеседнику, но просто беседа продолжается. Встречи с братьями, сестрами, с коллегами, подчиненными. В общем, общаемся. Ничем не занимаемся, общаемся. Общение очень важно. И не все общения должны быть прагматические. Но когда у нас есть время для общения просто ради общения, вот тогда и нужно общаться ради общения. Но когда у нас идет общение, в то же самое время мы знаем, что какие-то обязанности перед семьей, перед работой, перед коллегами мы чего-то не делаем, ну тогда мы должны подумать. Вообще эффективность любых бесед, советов, зависит не от времени, сколько мы провели. Говорят, хорошо пообщались. Что это означает, хорошо пообщались? Это 10 часов, хорошее совещание было. Это что? 6 часов совещания? Прекрасная конференция. Это что? Конференция 2 недели? Нет, это в общем-то событие, в котором сошлось все. Содержательная сторона, эстетические какие-то аспекты, комфорт для людей. И в принципе по времени это никак не нарушило тот ритм жизни, который требуется ему для определенного удовлетворения. Большинство проектов, которые растягиваются по времени, они не были подготовлены. Совещания, консультации, которые не заканчиваются безрезультативно, обычно не были выверенно подготовлены ни документы, ни повестка дня. А очень часто во время встреч они раздуваются из-за того, что присутствующие ведут себя некорректно. когда кто-то опаздывает, все ждут, когда люди не понимают своей роли, когда они ставят вопросы и выступают не по существу, когда вместо того, чтобы кого-то заслушать, люди начинают рассказывать какие-то свои жизненные истории. говорят, чтобы провести хорошее совещание, нужно людям переключиться из говорящих в формат слушающих. Причем слушающих тех, которые могут в действительности слушать. Слушать молча. Дать возможность другому говорить. Многие совещания и какие-то встречи, они становятся длинными, потому что кто-то сказал что-то не так и не то. Кто-то вспылил, ответил дерзко. Потом стали выяснять отношения, прояснять позиции, вносить какие-то объяснения. И для того, чтобы не разойтись, ну вот так, просто на такой вот негативной ноте, совещание продолжается для того, чтобы все-таки найти какой-то консенсус. Но если бы люди пришли и знали, как себя вести и каким образом, что говорить и что уместно, и что неуместно, задавали бы только здравые вопросы и перестали бы только говорить, но начали бы слушать, то многие совещания рабочие у руководителя, они бы становились очень короткими. Когда мы говорим о управлении временем, вот такие простые вещи, как организация рабочего места, это элементарные вещи. Я помню, был в одном вузе у руководителя учебной кафедры, научно-исследовательской кафедры, и он говорит, давай сейчас зайдем, я тебе дам книгу. Ну хорошо. Зашли в кабинет, он говорит, слушай, давай прийди мне в следующий раз. А почему? Он говорит, просто сейчас у меня времени нет искать. Ну там невозможно было зайти в кабинет, все книги лежали на полу, газеты, журналы. И он говорит, где-то здесь. Обычно такие люди, они очень заняты, у них очень много работы, они поищут книгу, журнал, они ее не найдут, потому что времени мало, они в следующий раз не будут ее искать. Это практически уже похороненные какие-то материалы. Если мы не сможем организовать свое рабочее место в мастерской, среди документации, очень часто мы потом ну просто тратим время, чтобы искать, а из-за того, что у нас нет времени, мы не находим то, что нам нужно. Вот простые элементарные вещи. Говорят так, чтобы управлять временем и открыть электронную почту, и если ты сразу не отвечаешь, то все равно ты должен что-то с ней сделать. Но если ты ее оставляешь не так вот, не проверенной, не прочитанной, то все равно еще раз возвращаешься к ней. И не отвечаешь, но нужно что-то с ней сделать. Или удалить, или куда-то ее переместить. Но если ты ничего не сделал, ты обратно ее открываешь. И получается, с одним электронным письмом ты имеешь дело несколько раз. А на каждое из этого уходит время. Кто-то из руководителей подходит к своей деятельности, к своей жизни очень профессионально и может быть очень организованно, используя ну вот любой момент. Мне периодически приходится путешествовать, я вижу, сам стараюсь во время перелета заниматься каким-то делом, потому что иногда транзит и ожидая самолет новый в аэропорту ты просто теряешь время. Можно потратить это с пользой для дела. Время для отдыха в этот день ну значит отдыхать, что-то делать для отдыха. Время потрудиться, ну значит потрудиться. но если просто ничем не занимается человек, ну тогда получается он теряет время. Что бы ни было для него важно, что бы ни было, было бы хорошо, чтобы человек не терял время. Тогда это его эффективность. Мы знаем с вами, что в современный век, когда электронные телефоны и мы доступны не только тогда, когда мы дома и у телефонного аппарата, очень часто телефон является пожирателем времени. И совет многим руководителям от тех, кто занимается консалтингом в этой сфере, не отдаваться на произвол стихий телефонного многословия. Потому что очень часто по существу мы говорим не так много, большая часть разговора уходит на какие-то другие вещи. Для руководителя и лидера в управлении собой, в управлении своими действиями очень важно научиться говорить нет. Нет новым проектам, новым возможностям. Намного хуже соглашаться, а потом из-за того, что у нас что-то не получается, говорить, вы знаете, пять дней осталось до моего выступления, но я должен признаться, что у меня не получается. А еще хуже, если это не искренно заболел, там еще что-то. И когда человек занятой соглашается войти в совет директоров еще одной организации, возглавить еще один проект, и ты понимаешь, что у него уже несколько проектов, либо либо он там делает плохо, и зачем его тогда приглашать еще в один проект, либо у него вообще свободное время, он там ничего не делает. Мне кажется, человек занятый в нескольких проектах, если он берет на себя еще обязанность, он вообще-то попадает в ловушку того, что он когда-то будет отказываться, причем отказываться некрасиво, когда на него может быть как раз и ожидает и делает ставки, а он уже просто у него нет сил. Нет, вполне разумно, допустимо и правильно сказать спасибо, люди поймут, будут уважать, потому что вы можете спокойно объяснить, что сейчас у вас другие приоритеты, вы заняты и просто вы не сможете в свое время, в свою жизнь еще вместить какой-то дополнительный проект. При этом нужно людей поблагодарить за их заинтересованность вас, за их желание сотрудничать. Эффективность лидерства заключается в том, чтобы указать путь и помочь другим или убедить других следовать за вами. Для того, чтобы было время подумать, что же это за путь будущей изменений, организаций, изменений или преобразований для нашей организации, чтобы было время продумать, каким образом вы можете объяснить, научить и убедить людей, оно должно быть, это время, его нужно найти. Это означает, что человеку нужно научиться уметь управлять временем и уметь управлять собою, управлять своими действиями. Это очень важный навык и умение для руководителя. Завершая этот курс лекций по теории лидерства, я хотел бы сказать, что в действительности лидерства это не слова, а действия, это само действие. Можно читать книги, можно консультироваться, можно спрашивать совета, но научиться лидерству и руководству можно на практике. Только нужно аналитически и внимательно размышлять и оценивать свои действия, действия людей, которые находятся рядом с нами. Я очень рассчитываю, что Божья помощь и поддержка будет с вами, когда вы определяете цели и задачи, когда вы стараетесь сформулировать миссию определить ценности и донести их до тех людей, с кем вы работаете. Когда вы вместе с своими людьми работаете над стратегиями, пытаетесь реализовать намеченные планы, когда вы создаете условия для того, чтобы люди могли осуществить то, что нужно. Я очень рассчитываю на Божье содействие и Божью помощь для вас, когда вы будете создавать условия таким образом, чтобы люди хотели сделать то, что нужно. Каждый из нас, когда мы находимся на том месте, где Господь Бог нас поставил, должны осознавать, что наша эффективность на все сто процентов зависит от Господа Бога, от нас, что Господь Бог хочет, верности. Один из христианских проповедников сказал о том, что нам нужно трудиться не покладая рук, заботиться о порядочности своего характера, а все остальное в руках Божьих. И жить с этим нужно счастливо и удовлетворенно, потому что все в руках Господних. Да богословит вас Бог! Господь Господь